Привет, друзья! Прошло полгода после того, как мы тестировали мощную новинку, а именно беспроводной пылесос Xiaomi Dreamy XL Premium. Тогда у нас проходил конкурс и 80 человек получили в подарок куртку Xiaomi с подогревом. Фотоотчеты есть в нашем паблике. Так вот, компания Dreamy за это время продала более 3000 пылесосов и уже выпустила новинку, которая стала мощнее, интереснее и обзавелась новыми функциями. Давайте тестировать Dreamy V11. И в этот раз для вас тоже будут подарки. Условия дальше в видео. Поехали! Данную новинку я получил несколько дней назад, но он сделал в своем инстаграме. Обзор сразу не успел запустить, но с 13 по 15 июня в подарок магазин отправлял беспроводную швабру и цена пылесоса с купона магазина была 293 доллара. Ценник вырос по сравнению с XR Premium на 30 долларов, но улучшений, ребят, много. Смотрим. Коробка и упаковка, как всегда, на высоте, повторюсь, боги упаковки. Назад я точно так бы никогда не упаковал. Каждая деталь защищена, чтобы снизить риск повреждений при транспортировке. В комплекте две моторизированные щетки. Одна универсальная, вторая для мягкой мебели, диванов, матрасов, автомобильных кресел. Щелевая насадка со съемной щеткой, широкая щетка, удлинительная гибкая гофрированная труба, металлическая труба, база, зарядный блок, инструкция, набор для крепления зарядной станции. В общем, все есть. Не хватает, правда, лишь насадки для ковров, как было в XR Premium. Но, честно говоря, и это справляется с задачами хорошо. Еще один момент, друзья, что база оснащена не только зарядкой для пылесоса, но еще и держателями. То есть вы можете установить сюда все насадки вот таким вот образом. И даже удлинительную трубку снизу можно присоединить, и у вас все будет храниться в одном месте и не теряться. И, соответственно, уже в этот паз мы будем устанавливать вот таким вот образом пылесос. И все это хранится на стене при помощи комплектных дюкелей. Крепится, и так гораздо удобнее использовать все это устройство. Пылесос перекрасился. Теперь это темные цвета и вишневая металлическая трубка. Особых предпочтений по цвету у меня нет, но компоновка что белого, что этого варианта вполне устраивает. Теперь про главные отличия. Мощность 11 модели выросла, теперь это 150 аэроват против 140 УХР. Для меня это не принципиально важно, ведь мне и 140 за глаза хватает. Но вот главное отличие. Аккумулятор, он поправился до 3000 мАч против 2,5. Соответственно, и время автономной работы увеличивалось. Заряжается он полностью за 4 часа. В обычном режиме время работы составляет 1,5 часа. В усиленном 30 минут. И в турбо режиме уже 10 минут. Добиться такой продолжительности удалось не только за счет увеличения аккумулятора, но и за счет оптимизации настроек мотора, всей электроники и конструкции в целом. За очистку также отвечает 12 конусов, так называемых циклонов. Это позволяет более точно отделять загрязнение и меньше забивать конечный фильтр. К слову, он также расположен с верхней части, вынимается и моется под проточной водой. Но обязательно, конечно, требует сушки в течение 24 часов после промывки. А в идеале, ребят, иметь два фильтра. На прошлой модели я себе купил, цена была примерно 10 долларов, и это очень удобно. Так вот, благодаря такой системе производитель указывает, что уже удалось добиться очистки в 99,67% еще до конечного фильтра. И в целом фильтрационная нагрузка снизилась на 67%. В целом получается пятислойный бутерброд фильтрующий. Все элементы фильтрации можно мыть. Контейнер для сброса мусора открывается таким же способом с нижней части. Крышка, ребята, открывается резко, поэтому я рекомендую ее придерживать, чтобы не получить снова распыление вашей пыли. Ребят, добрались еще до одного нововведения, которое я в китайских аппаратах вижу впервые. Это OLED-дисплей. Его расположили на торце. Дисплей поддерживает и русский язык. Для переключения необходимо зажать кнопку на 3 секунды и выбрать вам нужный. На экране отображается выбранная мощность работы. Всего предусмотрено 3, как я сказал. И если это не слишком важно, то вот процентное отображение остатка заряда аккумулятора более интересное. И позволяет вам точно планировать уборку, время и место. Но и это еще не все фишки, ребят. Теперь про самое важное еще одно дополнение. Сейчас меня поймут все, кто использует XR-версию. На пылесосе есть кнопка запуска под указательный палец. Она без фиксации. Нажимаем, пылесос работает. Отпускаем, выключается. То есть время уборки нужно постоянно держать ее нажатой. Это сделано для того, чтобы увеличить продолжительность работы, чтобы вы почем не зря не тратили энергию, пока отодвигаете вещи на пути, стол, другие предметы или просто замечтались. С одной стороны, да, это действительно работает, но в некоторых ситуациях это немного же прям подбешивает и хочется ее зафиксировать. Так вот, в 11 модели решили этот вопрос. И слава богу, на торце появилась кнопка блокировки. Непрерывная работа активирована. Это будет полезно и дома, и в уборке автомобиля, когда нужно орудовать двумя руками, держа, например, гофрированную трубу и насадку. Это реально огромный жирный плюс. Спасибо. И в целом, экранчик хоть и не кушает много энергии, но смотрится технологично. Круто и еще и функции выполняет по отслеживанию того же заряда. Кстати, и обычная индикация заряда аккумулятора никуда не делась. Это те же белые индикаторные диоды, расположенные на несъемном аккумуляторе. По шуму не могу сказать, что стало гораздо тише. Уровень шума примерно на той же позиции, что и XR Premium, за исключением того, что увеличилась мощность пылесоса. Используется 7-ми уровневая система шумоподавления. Это и особая конструкция подвески мотора. И комбинированные вставки ваты в корпусе. Проведена оптимизация выхлопного провода и другие параметры более детально указаны уже на странице в магазине. Можете зайти ознакомиться. Ссылка тоже есть под видео. С уборкой и работой вообще нет никаких вопросов. Здесь также все удобно реализовано. Гибкие подвижные насадки, щетки съемные. Есть антинамотка волос, специальные пластиковые выступы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА